всем привет в этом чатике я вернулась с поездки а это значит что можно возвращаться к ютубу и не только к ютубу да возможно я буду дублировать все-таки как делают остальные блогеры на каком нибудь цене в принципе почему нет тем не менее пока все работает мы здесь думаю пора вернуться к тематике блокнотиков блокнотики у меня скапливаются половину из них вы уже не помните скорее всего поэтому сегодня будет много таббинга как я люблю я люблю таббинг окей окей вот и я буду вообще вспоминать что мне в этих блокнотах нужны ли они мне до сих пор может какие-то уже все исписаны и пора что-то менять у меня на фоне могут шуметь кошки сразу извиняюсь вот например одна из них окей давайте начнем с этого мне кажется я вообще все блокнотики показывал в каких-то своих давнишних видео другое дело что эти видосы были на английском сейчас я думаю я сделаю полностью канал на русском на английском заведу себе другой на английском заведу себе другой а то что же у меня в нем на самом деле мне не очень нравится цвет этот я даже не знаю как его назвать возможно это индиго но он чуть зеленее чем индиго плюс у меня тут конечно лампа еще розовая вряд ли будет прям так уже понятно какой это конкретно свет но да он больше такой зеленый все таки но видимо блокнот был очень доступный и это была видимо одна из импульсивных покупок этих блокнотов что-то выпало ах угадайте угадайте что же там у меня внутри блокнот зачем он мне нужен зачем он мне нужен мне написали по вокалу кстати говоря у меня есть англоязычный телеграм-канал где я пощу кружочки тупо на английском там в принципе практически вся разгрузочная аудитория но если вам хочется потренировать свое аудирование вдруг просто посмотреть кружочки вместо сторис в инстаграмчиках потому что я в инстаграмчиках не сижу вы можете пройти по ссылке и заполнить и у меня есть отдельный телеграм-канал про англеский язык вот что для того как вам ресничка про англеский канал я думаю что я должна учитывать что я имею ввидимся на телеграм-канал или просто телеграм нет, не нужны если у вас есть телеграм вы можете подписаться на меня это просто блаббый канал с большими кругами как я называю их и это просто для инстаграм просто в случае окей, все ой, я должна на русском жил так вот, это у меня по методике блокнот честно говоря я назвала я назвала это методические приколты classes of English типа как голосом шагаян да честно говоря все эти приколдесы уже не кажутся какими-то вау потому что сейчас я копаюсь в лексическом отходе мне надо его еще оттренировать попрактиковать но меня больше не устраивают методы, которыми я пользовалась до хотя тут есть достаточно плохие штучки если отдельно их применять в общем это моя методическая книжка так сказать то есть то что мне кажется полезным но вот я перестала ее вот увезти потому что это бессмысленно с практикой ты нарабатываешь всевозможные приколдесы упражнения принципы ты уже там понимаешь какой вид речевой деятельности нужен на какую из тем и вот эти штуки но я это давно вела тогда мне это было полезно в целом ну это набор каких-то общих слов и типа ну вот про мотивацию учеников если процесс выстроен хорошо там про мотивацию можно не говорить но если только мы не говорим ну а о занятиях с детьми там конечно другой момент короче это можно выбросить я так понимаю ну как выбросить вот это вот все закончить вот эти странички переопределить в общем писать туда диспоузабл короче все то что вкидывается или то что можно вычеркивать просто и все так следующий экземплер это даже не то чтобы записная книжка это такая тетрадь она у нас в линейку в линейку в линейку у нас тут написаны заметки ну нового дня но ноут нью-дэй ладно тут у меня уже что-то поинтереснее здесь я записывала все-все приколдесы про ведение блогов для спецов на самом деле это жесточайшая трудоемкая работа именно именно спецу вести свой блог потому что по сути специалист начинает осваивать новую профессию вот чисто новую профессию какого-нибудь копирайдера какого-нибудь маркетолога то есть это все в одном лице и я сейчас понимаю насколько это вообще объемно и насколько это сложно то есть это кажется не сложным но когда ты наконец-то начинаешь понимать есть определенные формулы там ничего особенно нового нет то есть все рабочие штуки уже давно придуманы используются но первое обо что ты сталкиваешься это позиционирование свое и о том что поговорить на языке твоего клиента это самое сложное на самом деле я даже представить не могла насколько вообще замыливается глаз когда ты уже работаешь с другой стороны так сказать ты на пк-инти процесса на пк-инти процессе на пк-инти процессе на пк-инти процессе потому что сейчас вот я вроде как помню свои состояния свои там какие-то отчаяния отчаяния когда я училась там в школе тоже я ходила к репетиторам в университете там тоже новый язык был немецкий как бы но как будто это было уже давно и неправда так дальше у меня вот такой вот еловый природный дневничок такая вот с записной книжком ежедневник 112 листов называется хвойный лес спасибо за информацию твердая рожка и по-моему у меня тут вообще ничего не написано да это уже старые ежедневники это уже не читается 2020 года и оканчивается 2023 дальше уже все тут все соотношения единицы смирения все как надо во всяких этих дни рождения кстати хорошая страничка я всегда забываю о дни рождения своих трусей дай бог у матери запомнить с отцом и братом мадам уж сложно короче здесь у нас просто да да есть разлинованные странички с часами рубочими с 8 до 9 так хватит бегать хватит бегать хватит бегать у странички такие кассетного характера они шутенькие вот если запомните старин а и и а и и на и и в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, короче говоря, я в принципе знаю по опыту, что вот это вот... Вот этот искусственный материальчик, он такой резиновый и якобы сделан под кожу... Это не то, что дермантин, потому что дермантин все-таки по-другому я немного сделал... Вот эти ежедневные штуки... Они очень плохо осыпаются, потому что у меня была... Тонна, наверное, таких же примерно список книжек... Сейчас работа моего бати, короче... И они все осыпались... Там 2004-го были какие-то ежедневники 2005-го, они все были не списаны... И он мне приносил какие-то, которые там уже были старенькие... Которые... Короче, уже и так новые... Они выпускали... Вот... Вот, в общем, да... Такая прорезиненная обложка зато... И этот ежедневник мне достался от ученика... Он просто в итоге стал писать в... Это... Это был не то, что ученик, а так случилось, что моя постоянная ученица... Она пришла со своим знакомым, который хотел попробовать это все дело... И как бы втянуться или не втянуться вообще в... Ну, не языковой курс... В итоге у него там что-то не срослось... Ну, а вот он в итоге стал писать в обычной тетрадке... И такой, да я вам оставлю... Да вот, знаете, вы там этим по-любому больше пользуетесь... Пусть у вас будет, короче... Вот так оно у меня не осталось... В принципе, тоже под какую-то такую штуку... Которую постоянно можно вычеркивать... Использовать... У меня, в принципе, очень много таких записных книжек, которые я... Использую как вот выгрузку... Ну, они же для этого вынуждены, по сути... Не столько, чтобы хранить эту информацию, сколько выгрузить... Сделать там, повычеркивать это все, короче... Так, дальше... Ох, у меня тут... Вот, у меня миллионы всяких листочков постоянно вот так вот... Лежат, с какими-то вечно идеями... Если вот этот сверну, чтобы он не лежал... Какие-то вечно черновики... И все это вроде важно, вроде надо перечитать... Что-то сделать и вычеркнуть... Ну, это как вы видите ежедневник учителя... Вот, у нас есть муты... Похожи! Кстати, да-ка, у меня какой-то рейтинг... Вот, у меня есть муты? Ну, это... Ну, это все, я как-то тут... Ну, это все, я-то там ребята для вас... Мне прям нравились вот эти вот рисунки... Ну, конечно... Конечно, тут есть книжки, такие вот и кофе, и очки, и вот это вот все. На самом деле, для каких-то языковых школ это не прям какой-то мега удобный ежедневник, потому что тут есть какие-то классные час и воспитательная работа, но мы такое не проводим. Только если это не тематические уроки. Здесь я высчитывала всякие тесты, посещения от меня тут, еще только нету. Здесь вот так вот все располосано. И все равно до конца года я это не извела, естественно, были какие-то заметки, какие-то тоже ошибки. Теперь вот эта часть, откуда она? Сейчас мы их найдем. Здесь у меня идеи для контента. Короче говоря, и по этому каналу, и по другим каналам, и по тысяче еще другим каналам, и соцсетям, короче, как бы я не разорвалась. Вот мне надо сделать тильду для перечислить все виды работ, которые, которыми я могу с учениками заниматься. Вот именно в плане английского языка. В принципе, перечислить все, что я умею. И всякие там моменты по этим умениям. Ну, здесь вот я теперь пишу идеи для постов, для каких-нибудь там коротких видео, для длинных видео тоже. Так, что-то я задерживаюсь долго на каждом. Это у меня красивейший блокнот из фикс прайса. Может быть, до сих пор они эту серию где-то-то продают. Я его тоже не один раз показывала. Тут всякие есть цитаты, во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти, буковей. Просто восхитительные. Как будто из какого-то LSD-шного сна изображения. Прям, конечно, жаль в таком обязательном. Что я здесь пишу? А это у меня эзотерический блокнотик. Я люблю дорожки. И здесь у меня всякие там, по картам какая-то информация, какие-то раскладки. Я сюда записываю, короче. Так, Вероника. Она мои волосы пытается. Пытается съесть мои волосы. Так, ты еще уходи. Ты что, твою мать? Короче говоря, под стать вот этой эстетики с картишками. У меня тут вот такие вот сказочные дела, скажем так. Но красиво я не могу, я не могу. Ну как можно так прекрасно рисовать? Да. Опять они играются. Что ты будешь делать? Это не кошки, это какой-то кошмар. Так, дальше. Опять какое-то оповещение. Давайте мы немножечко ускоримся. Здесь, в принципе, ничего интересного, потому что это еще один мой учительский блокнот. Где я все записывала и выписывала. Так, а с кем я броню? Так. Я, кажется, не выставила какой-то час. Ну ладно. То, что по стратегии я что-то пыталась написать. Тут мягкая, достаточно обложка была. Посмотрите, какие грязные странички. Вот тут вот. Потому что это первые странички, где, опять же, что посещение. Я все что-то там считала, пересчитывала. Отмечала. Я еще в начале, потом знаю. Отмечала. Вот что же? Использовать, как там, я не знаю, писать списки дел, вычеркивать, потому что уже они не только носители информации, хотя с другой стороны я могу продолжить и в этом же, например, благом моде ввести свои свою отчетность Так это, наверное, мне хватило уже места Сколько тут страниц вообще у меня есть? Вот столько Да, я думаю, хватило бы Просто надо хорошо определить, где у меня будут записи по отработкам, где у меня будут записи про тесты Просто заметки, если кому-то надо вдруг из родителей написать Или взрослым что-то сообщить, а какой-то отменили У меня нет расписания, август у меня будет свободный Пока что Вроде как и все хотят отдыхать из взрослых Честно говоря, мне тоже очень надо, очень надо Я как бы не совсем уж ничего не делаю У меня есть блок У меня есть еще десять блоков У меня есть еще десять блоков И я продумываю, как все-таки лучше устроить информацию в канале, например, Телеграм Там какую информацию я могу дать, которая Да, возможно, где-то повторялась, но Может быть объяснена Это очень-то внешний блокнотик Он безумно милый, он безумно красивый По-моему, я брала это в каком-то магнит косметикс или что-то типа того Была у них какая-то серия с этими пейзажами Но это правда очень красиво, я не знаю Я обычно не особо люблю всякие там цветочки, вот тут все Но здесь как бы не то чтобы цветочки, здесь прям такое Такие поля, полноценная картина Подсолнухи какие-то маги, лавандовые поля Куры 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 здесь я пробовал вести дневник эмоций на самом деле дневник эмоций вести обычный такой вот физически это достаточно сложная затея потому что всегда он у тебя под рукой а дневник эмоций он при голове его в чем но там я не знаю ставите вы какой-нибудь будильник прям отслеживайте по часам что у вас за день происходит если есть какие-то намеки на какие-нибудь там расстройства не расстройствовали просто на депрессии или что-то наподобие вот надо с этим следить и отмечать как бы чтобы иметь хоть какую-то статистику самого себя и вот эта штука не всегда по-другой естественно я обнаружила что в большинстве приложений по месячным для женщин ими все пользуются я думаю там есть возможность ставить в клеточке какие-то смайлики и вот это самое изёвы это даже лучше чем какие-нибудь приложение вот именно для мудтрекинга короче для отслеживания настроения есть отдельные приложухи но они обычно все платные то есть там пробная версия и дальше уже а есть просто ну банальные там приложухи где вот женщина отслеживает свой календарь и собственно там же обычно встроены вот эти вот смайлики всевозможные причем там набор эмоций ну просто выше крыши короче наверное смотря какой приложение еще ну вот так вот маленький блокнотик тоже я его показываю скорее всего нет так как вы видите за студии вокала куда я хожу моя преподаватель увольняется оттуда я не знаю стоит ли мне ходить дальше но я думаю все таки еще схожу потому что все равно раз в неделю хожу это очень мало но короче нет нет можно где-то выступить это прикольно то есть это просто добавляет разнообразие в жизнь единственное что вроде как ты вроде этим серьезно не занимаешься и иногда кажется что ничего на уроках не происходит потому что ты сам иногда вот процесс саботируешь там тебе говорят как лучше а ты не хочешь или там мне кстати по-хорошему еще к ваниатору надо сходить но по-моему у нас в городе нет ваниатора но я еще не звонила в областную больницу может быть все таки я не нашла через сайт и через интернет но возможно кто-то у них все таки есть так зачем же вот тут обычные беленькие странички здесь опять же все по работе по блогам что нужно в закреп что нужно писать что тут еще есть утопы для телеги уникальное торговое предложение да надо продумать написать в шамке профиля что-то там про целевую аудиторию мне чуть короче всякое-всякое опять же какие-то тоже темы разбросаны надо их в одно место все собрать в поезде тоже ехала еще пару тем придумала надо тоже собрать вот так вот такой ромбик видный благо но но по факту это общая тетрадь так это тут какой-то мусор можно это выкинуть и Продолжение следует... Продолжение следует... Я как не в себя конспектировала всевозможные таблички какие-то там... Какую-то информацию, как надо, как не надо... Я, наверное, на своем преподавательском канале сделаю... Обзор этих записей, плюс у меня есть учебник по-корейскому... Плюс электронные какие-то учебники, мне надо прям... Пройтись по этому всему и понять, что вот... Сколько я всего исписала, да, казалось бы, вот... Имитация бурной деятельности, да, то есть как вот самостоятельно люди учат язык... Они там что-то все пишут, пишут... Маркерами выделяют, все красиво и прекрасно... Но в голове ничего не остается... Потому что нет коммуникативных заданий, нет никакой схемы абсолютно, по которой ты идешь... Банально нету преподавателя, даже если препод был бы плохим... Я даже с плохим преподом бы хоть что-то, наверное, больше поняла, чем вот самостоятельно... Просто какие-то бездумные записи... Но зато я чуть-чуть читаю на хангель... Здесь у меня сценарий, видео, которое я хотела сделать... Я его один раз сделал, у меня не получилось, я психанула... Но, скорее всего, я его добью и выложу... Единственное, что у меня на всех этих каналах, наверное, один и тот же фон будет... Надо что-то с фоном придумать... Это старенький экземпляр, я даже не помню, что там вообще такое... Здесь у меня все обклеено наклейками из пиратов Карибского моря... Тоже я показывал этот блокнот просто супер-мега давно... Вот, кстати, это один... это был один из таких же примерно блокнотов... Который начал обрезать, я просто все отодрала, короче... Серьезно? Так, ну что там такого-то, мне интересно, ооо, ёшкин-матрёшкин, у меня здесь сбор, я вспомнил сразу. У меня здесь просто мега-сборник по ошибкам, я проводила просто разговорные уроки с двумя учениками, там муж и жена, они подряд у меня занимались, я брала просто какую-то тему, и мы на эту тему рассуждали, точнее, это было что-то наподобие интервью, по-моему. И они были разговорчивые очень для этого, то есть у них всегда было что сказать, прям им нужна была практика, они ходили с этой практикой, методики у меня тогда было просто ноль, но они и искали эти разговорные клубы, по сути, просто индивидуальный разговорный клуб. И что они получали, они получали просто работу над ошибками. У меня не всегда гладко проходил ресайклинг, его было мало достаточно. Но с лексическим подходом сейчас, если это попробовать опять, это было бы намного лучше. Я им какие-то, точнее, не слова, а предложение на перевод составляла, с учетом их ошибок. Они там записывали чуть-чуть, короче, было весело. И так полезная, кстати, книжка сейчас для меня будет. У них, по-моему, был уровень что-то вроде, интермедиат. Но у того чувака даже АПР где-то, вот, примерно начало АПР интермедиат было. Это просто ресурс каких-то распространенных ошибок, то есть... Как хорошо, что я сейчас записал это видео. Это понадобится мне для блога. Замечательный, красивейший блокнотик, который тоже, к сожалению, не стал чем особенным. Кроме как, каким-то спорником по планам уроков. Это было достаточно глупо. Заводить прям записную книжку на два ученика. Но мне тогда показалось, что окей, пусть будет так. Сейчас, ну, мне просто надо, очень мне надо писать от руки. Вот, я ненавижу лазить по всяким приложениям, то есть, организовать для ученика, ну, платформу и место, где все остается, да, пожалуйста. Потому что это наше рабочее пространство. То есть, все записи в чат там, куда-то, ну, лучше в чат на самом деле. Или там на доску Мирона какую-нибудь еще там, в наушен, что-нибудь можно сделать. Но в остальном я сейчас понимаю, что на ученика, вот, меня еще бесят, типа, либо, либо нужны тетрадки, которые разделены вот этими вот пластиковыми, короче, как это сказать-то? Ну, типа, фолдерами, возможно, не знаю. Но у меня нет сейчас этой тетрадки под рукой, я бы показала ограничителями, короче. Либо вот такую, чтобы один слот на одного ученика, а другой на другой, а чтобы вот не копаться вот в этих записях постоянно. Но мне надо писать. Я не люблю вот это, вот, ковыряться вот в этом ноутбуке или в телефоне прям. Мне и так глаза больные. Я поняла, что на одного ученика достаточно одной, там, не знаю, 18 листов и тетрадки. Или сколько там листов? Я давно уже не училась в школе. 12 листов, что ли, обычной тетради, или сколько там надо? Короче, самые обычные тетрадки. И вот это как бы файлики твоих студентов и все, что там есть по оплатам и все такое прочее. Потому что, по сути, когда, например, я даже делаю correction какой-нибудь, когда надо супер-мега быстро записать, намного удобнее это сделать ручкой. Не знаю, это просто у меня так. А потом на все эти записи ты смотришь и выводишь красивый там текст. Не знаю, как ты его обрабатываешь, еще что-то. Короче, в этом плане я немножко старомодный человек. Но здесь вот большая часть чистая, поэтому тут... Не знаю, тоже зачем это. Че я там буду писать? Ну, че-то буду. Это мне подарила племянница, опять ее племянницей. Сестра, она мне 2-юрная. Почему ее племянница? Она просто очень... Сколько ей? Ей 14 лет, по-моему. А мне уже... Ну, извините, скоро... Ну, не скоро, но... Ну, ладно. Почти скоро. В осенью будет 26. Иногда мне кажется, что она мне племянница, типа... Ой. Она мне крестница, как-то. Она мне племянница. I'm her godmother. Это вот... Она мне подогнала такую замечательную штучку. Это блокнотик в клей-какую. И он пока что пустой. Колбаска. Так, хулиганка куда пошла? Опять куда-то хулиганить пошла. Не хулигань. Этот донимничок я как-то покупила, думая, что он там никак не промаркирован. Мне вот эта маркировка не очень нравится. Я люблю, когда просто чисто, обычные, прямые, вот, линейка, короче, без всяких это... Да, да без всего. Купила я как-то это по ошибке, но... Это, короче, этот блокнот он сыграл очень даже большую роль в моей жизни. Здесь у меня заметки про созависимость. Я выходила из ужасных отношений. Я это все прописывала, какие-то упражнения проделывала. Мне это очень помогло, кстати. Так, повторение. Ну да, да, да. Я прям открыла для себя целый мир. База, это база. Здесь же у меня что-то по продажам. Как видите, я очень давно хотела завести блок. Такой хардовый дневничок. Здесь что-то по психологии, что-то тут... Это, короче, сборная солянка всего того, что мне в данный момент было нужно. Ну, а здесь по вебинарам какие-то интересности есть. То есть, вот, я не могу структурировать информацию. То есть, я часто... Но у меня вероятнее всего дефицит внимания. Попугай. Ну, заметно, наверное, да. И поэтому я просто... Я не запоминаю в каком дневнике у меня что, на какую тематику. Надо прям на обложке писать. Ну, как бы на обложке писать? Вот тебе кто-то придет в гости, и у тебя вот эти вот дневники лежат. Но иногда они на полке, например, лежат. Типа, психология там. Вот это вот... Думаешь, блин, вот это какая-то паранойя еще, что, типа, никто не должен знать, что внутри. Просто, ну, дневник-дневник. Конечно, кто захочет, может заглянуть. Ну, а ты еще пойди разберись в моем почерке. Правильно, правильно. Поэтому вот тут у меня еще... Еще бывает очень часто такое, что, ну, вот именно этот дневник попался под руку сейчас. И вот я не знаю, смотрю, какой-нибудь вебинар, блин, и там не будет записи, например. А там какая-то важная мысль, которая мне, скорее всего, поможет в дальнейшем. Ну, естественно, я возьму первый попавшийся и быстрее-быстрее, что-то запишу, да. Короче, с вот этими офлайн-носителями бумажными. С ними круто, классно, что ты берешь рукой и сразу записываешь. Тебе не надо ничего открывать, никуда заходить. Ну, а сложно структурировать, хотя, зная себя, вот то же самое у меня было бы с телефоном. Вот, да, там люди используют заметки, а как бы делала я? Открывала бы первую попавшую еще заметку. Приехали, куда ты пришла опять? И писала бы туда все скопом. И точно так же, как здесь, мне бы пришлось это все структурировать, так же и там мне бы это пришлось только структурировать. Единственное, что, конечно же, конечно же, это что все-таки копипейст возможно сделать в электронном носителе, а не вот в этом. давайте последний, наверное, последний экземпляр тоже, не то чтобы это прямо-таки блокнот, что ты делаешь? Она ловит мои волосы на спине и вцепилась мне в футболку в спину и вот так вот повисла сейчас. хватит. Хватит. Так, уходи. О, как она меня бесит. Так, все, спокойно. Короче, последнюю эту показываю и все. А там она меня уже забрала буквально и переносном смысле. Эта штучку мне подарила тетя еще. Я ей пользовалась на там, не знаю, на третьем, четвертом, пятом курсе, наверное, в универе. Но, честно говоря, мне так и не стало удобно вот эта система вот этих вот спиральных этих штук. Вот этих вот штуковин. В первую очередь, потому что эта хрень, она рвется с другой стороны, с другой стороны. Я сейчас пристрастилась к этим блокнотам на спиральках, которые как раз можно отодрать и все. И вот сейчас я не буду уже покупать блокноты на спиральках, потому что у меня очень много вот таких вот блоков. Тут еще одна такая блоковая тетрадель. И будут, короче, все свои дела, какие-то тоже планы краткосрочные, которые можно вычеркнуть и удалить. Буду их вписать сюда. Вот, собственно, и все. вот тут я что-то про ритм-магниты, что ли, писала. но можно хоть обписаться, но надо надо уже начинать делать, надо уже начинать выкладывать это еще. но в целом, если бы я это не записывала, я бы, наверное, это не запоминала. Я все-таки запоминаю через вот эту писанину. То есть, мне надо как-то провзаимодействовать с этой информацией, вот я ее пишу. иначе я не могу думать как бы вот в пустоте. Мне нужно как бы услышать эту мысль, или там, я не знаю, понять, что она вообще-то стоит моего внимания, что она полезная. А раз она полезная, значит, мне надо ее где-то зафиксировать. И уже потом можно дальше думать, смотреть на это, сравнивать, вспоминать. вспоминать. В общем, как я писала, блин, эти лекции, так я и продолжаю. Только теперь я выбираю информацию, которая мне практически будет полезна. в этой штуке мне нравится, что она все-таки как-никак, она мягкая. в этой штуке. вот, собственно, и все. вспомнили мы с вами некоторые мои благонотики. Надеюсь, мы увидимся с вами еще. Не забудьте поставить лайк, может быть, подписаться, прочекать все, что вам было бы интересно, прочекать, полазить и там по каналу, посмотреть, что есть. и до скорых встреч. Пока, пока, пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok